Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. По кирпичику, по делу Евровала арестованы уже 7 человек. Кто следующий? Время огнестрела. Украинцев продолжают убивать на мирной территории. Теперь в Полтаве и Днепре, где полиция. Ссора с последствиями, тремя смертями и пожаром закончилось выяснение отношений в киевской многоэтажке. Что произошло? На пороге катастрофы. Соединенные Штаты заявили о готовности нанести удар по Северной Корее. 25 миллионов и можно ждать суда на свободе. Такова общая сумма залога для фигурантов дела о стене Яценюка. Цифры у каждого свои. Кому-то придется скошелиться на 8 миллионов, кому-то хватит 500 тысяч. Все подробности расскажет Любовь Кукла. 8 миллионов гривен. Самую высокую цену за свою свободу до суда придется заплатить сразу двоим фигурантам дела. Бывшему начальнику отдела КАП строительства Госпогранслужбы Александру Атаманюку, а также директору стройцентра Витязь Агаверде Адилову. Купить свободу за 3,5 миллиона может директор компании АЗИ Александр Кашуба. Чуть меньше 3 миллиона 200 тысяч нужно поискать в закромах Владимиру Целко, начальнику управления стройдепартамента Госпогранслужбы. Посреднику Александру Хвещуку суд назначил залог в 1 миллион. И копейки по сравнению с коллегами нужно найти экс-директору Черниговского облавтодора Сергею Значко, а также старшему офицеру отдела КАП строительства Госпогранслужбы Вячеславу Майдановичу. Но это далеко не все, кого подозревают в хищении денег во время строительства так называемой стены. Прокуроры обещают продолжение и уже говорят о возможных новых задержаниях. И это не странно, ведь за 2,5 года Евровал построили лишь на 15%. Следствие уже выяснило, почему. Схема простая. Деньги коррупционеры отмывали через фиктивные фирмы. Например, детективы НАБУ установили, что 2 года назад Госпогранслужба перечислила глиповым фирмам 175 миллионов гривен, которые в конечном итоге оказались у компании прокладки Китрейд, созданной в том же году. Мы пытались отыскать эту фирму, но офис у нее виртуальный. Когда-то была здесь такая компания, но они уже давно здесь не находятся на адресе. А давно это? Ну, еще в 2016 году они съехали. Евровал, стройка века главного фронтовика Арсения Яценюка. По его словам, мега-сооружение якобы должно было остановить российскую агрессию, в том числе тяжелую технику. В реальности же имеем вот такой ров, земляную насыпь, смотровые вышки, камеры наблюдения и металлическую сетку-рабицу. Общая стоимость проекта целых 4 миллиарда гривен. В стену уже замуровали 600 миллионов. В начале этого года дали еще 200, позже еще 300 миллионов. Выделение которых пролоббировал Народный фронт. Политологи удивляются, почему за провал невероятно дорогого проекта отвечают лишь пешки, а не главный прораб. Скорее всего, это приглашение к большому политическому торгу. Дескать, если бенефициары этого проекта будут несговорчивы осенью, в период политических торгов, то дело может пойти от стрелочников по направлению к бенефициарам и получить куда более больший резонанс. Возмущены, что арестованы лишь Семера и нардепы. В частности, Сергей Каплин заявил, будет требовать создание рабочей группы в парламенте, чтобы проверить проект фронтовика и ценюка. Это не европейский вал. Это европейский завал. После этого, после этой крадежки, после этой оборудки у нас уже не будет абсолютно никакого понимания с нашими европейскими партнерами. После строительства этой стены между владой и простыми людьми формуется неймоверная стена недоверия. Поэтому я считаю, что авторов этой стены, тех, кто кравт эти деньги, идеологов, идейных натхненников, Яценюка, Авакова, их шесток, нужно ставить до стенки за эту стену. Пока же ни САП, ни НАБУ не могут ответить, когда же дела коррупционеров будут переданы в суд. Любовь Кукла, Павлина Василенко, Богдан Савруцкий. Подробности. Телеканал Интер. Пошел на повышение, покупая элитную недвижимость в Киеве. Корреспонденты программы журналистских расследований выявили сотрудника Департамента защиты экономики нацполиции, который за последний год приобрел несколько квартир и дом в столице. Кто это и на кого оформлено все, что нажито непосильным трудом? Подробности в сюжете. Игорь Звездин, замглавы Департамента защиты экономики нацполиции. После переезда в прошлом году в столицу и повышения по карьерной лестнице, приобрел несколько элитных квартир в Киеве, Днепре и Таунхаус в Выжгороде. До этого в течение трех лет его родственники также приобретали дорогую недвижимость. В период работы в Днепре теща Звездина купила квартиру в Новостройке. На отца в 2015-м чиновник оформил квадратные метры в центре столицы. И только в этом году переписал их на себя. Антикоррупционеры говорят, это одна из схем, по которой нечистые на руку чиновники скрывают свои доходы. Они переписывают или, соответственно, оформляют угоды на своих родных близких. Это может быть, даже мы столкнулись с таким, что это и сосед, это может быть близкий знакомый, товарищ, на которого оформляются угодой право властности на то или иное масло. Согласно, после того, если чиновник извиняется из аппарата, або если правоохранитель уже по строку завершения службы и идет на пенсию, это масло ему передается. Проверить таких правоохранителей можно по декларациям, утверждает Игорь Бондарчук. Сравнив доходы за последние годы, можно определить, на сколько обогатился тот или иной чиновник, после чего выяснять законность нажитого имущества. За невнесение или неправдивое внесение ведомостей – это криминальная ответственность. Предбачено, соответственно, штраф до 2500 неподатковных минимум доходов граждан. Кроме того, с избавлением права займать посады, керевни в органах местного саморядования, в органах державной влады, правоохранных в том числе. И, кроме того, это избавление воли на строк до двух лет. По мнению антикоррупционеров, в последнее время число незаконно обогатившихся полицейских значительно увеличилось. После реформы только в официальной статистике количество копов, пойманных на взятках, выросло. К примеру, в прошлом году в полтора раза до 200 человек. Однако число наказанных при этом уменьшилось в три раза. Всего 16 блюстителей порядка и законности. Если среди них правоохранители, занимающие топ должности, в МВД не комментируют. Александр Васильченко, Вячеслав Фролов. Подробности телеканал Интер. Адвокаты обжаловали закрытие уголовного дела Пашинского. Речь идет о стрельбе нардепа Вячеслава Химикуса. Но по словам защитницы Химикуса, следователи оставили после себя множество, как она выразилась, перлов. О чем речь? Подробнее в нашем материале. История с депутатом-стрелком произошла под Новый год. Сергей Пашинский вместе с женой ехал на дорогой машине по проселочной дороге. И якобы чуть не врезался в авто с выключенными габаритами. Оказалось, двое мужчин толкали сломанную машину. Завязалась перепалка, а затем Пашинский выстрелил безоружному мужчине в ногу. Потерпевшего Вячеслава Химикуса увезли в больницу и прооперировали. А Пашинский спустя несколько дней уже был на каникулах в Альпах. Во время допросов депутат путался в показаниях. То он оборонялся, стреляя лежа, то вдруг вспомнил, что открыл огонь стоя. Еще один вопрос. Почему депутат в новогодний вечер разъезжал с пистолетом? По словам Пашинского, боялся, что его похитит ФСБ. А стрелял из наградного ГЛОКа, подаренного ему министром Аваковым. За какие заслуги, непонятно. На прошлой неделе генпрокуратура пыталась поставить в этом деле точку и закрыла его. Согласно постановлению следователя, в действиях Пашинского отсутствует состав преступления. Просто самооборона. В действиях Химикуса правонарушений тоже нет. Но следствие заявило, что он мог совершить мелкое хулиганство, так как нецензурно выражался, оскорбляя других. На прошлой неделе Пашинский поспешил сообщить, что материалы по Химикусу уже направили в полицию. Но теперь придется ходить в суд. В Днепре снова стрельба и снова жертва. Один человек погиб, двое ранены. Все произошло в новом доме. Жильцы даже не успели вселиться. Свои версии полиция, как всегда, не разглашает. Но в то время, как пользователи соцсетей называют и причины, и даже фамилии людей, которые могут быть в этом замешаны. Все подробности узнаем от Елены Миндалюк. Тело мужчины обнаружили на пятом этаже вот этой новостройки. Около 10 утра строители, которые приступили к работе с 8, говорят, ни выстрелов, ни криков не слышали. Вот уже 5 часов на месте происшествия работают криминалисты. Журналистов в здание не пускают. Официальных данных немного. Возле тела нашли 10 гильз от пуль 9-миллиметрового калибра. Помимо погибшего, еще два человека получили ранения. Мужчина дает показания следователям. Женщина находится в больнице скорой помощи. По словам медиков, пациентка в шоковом состоянии. В районе груди два следа от электрошокера. У нее было инородное тело металлическое в правом подреберье, которое мы удалили. Детально это электрошокер. Насколько я понимаю, и отдельно у нее еще есть входные ворота. Ну, то есть, ее еще дополнительно электрошокером удар был. Именно ни погибшего мужчины, ни пострадавших полиции не называют. Что он не делали утром в недостроенном доме, пока неизвестно. Один из охранников стройки не на камеру рассказал, что погибший якобы хозяин одной из квартир. У правоохранителей другая информация. Это он охранник стройки. Мы отработаем все версии данного правопорушения. Сейчас по месту Днепрута области введен план Сирена. Триваются расширковые заходы злоуместников. Спустя несколько часов после стрельбы один из пользователей соцсетей написал, что нападавшие уехали с места происшествия на BMW X6. А погибшие, пострадавшие женщина и мужчина, по неофициальным данным, якобы занимались обналичиванием денег. В последнее время перестрелки в Днепре стали обычным делом. Едва ли не любой конфликт перерастает вооруженный. Самый резонансный случай. Стрельба на проспекте Гагарина. Тогда были убиты два бойца АТО и еще пять участников. Получили ранения. Меру пресечения одному из подозреваемых, Давиду Побелеру, избирали 8 дней. И буквально на прошлой неделе в центре города мужчина открыл огонь по незнакомому человеку, который прыгал на капоте его машины. Елена Медалюк и Евгений Конецов. Подробности, телеканал Интер, Днепр. Стреляли и в Полтаве. На одном из пляжей поссорились хозяин кафе и отдыхающие. У всех оказалось оружие. Результат один погибших и четверо раненых. Среди них семилетний мальчик. О версиях произошедшего подробнее наши корреспонденты. С кровью бежал, с носом вот сюда бежал. И побег туда. Очевидцы говорят, конфликт в пляжном кафе начался с перепалки одного из посетителей с хозяином заведения. Через несколько минут на место подтянулись вооруженные парни в спортивной наружности. Началась пинка скорости. Через 10 минут уже началась пинка. Вон и какие-то палки были в них. Кто знает, что было. И такие черные какие-то. Я бы на все оружие не шел. Такие дубинки может были. Версии происходящего разнятся. Одни говорят, сын хозяина кафе открыл огонь из оружия, когда отца уже избивали битами. Другие, что собственник заведения угрожал оружием еще до начала драки. Итог конфликта – один убитый и несколько раненых. Сын взял заарестрованную рушницу и совершил пострелы в их сторону. От пострелов один из нападников помер на месте. Еще одного 24-летнего гражданина и 7-летнего хлопчика доставлено до лекарни с поранениями. Мальчик оказался на линии огня случайно. Свидетели говорят, полиция приехала, когда компания спортсменов уже скрылась. Пока полиция приехала, уже вообще не было ни до никого. Только пострадавшие лежали. Погибший 20-летний чемпион Украины по смешанным боевым искусствам Святослав Пилипенко. 21-летний сын хозяина кафе Роман Марченко тоже пострадал. Он в больнице под охраной. Там же один из нападавших, ребенок и сам хозяин кафе. Ночью ему сделали операцию. Станин его очень тяжелый. Травмы серьезные, как и головного мозга, так и другие травмы. Вчера до нашего отделения поступила дитина 7 лет с вагонепальным поранением делянки головы, грудной клетки и верхних кинцовок. На счастье, поранение не проникающее. То есть, загрозы жизни на данный час нет. Пока полиция задержала только одного подозреваемого. Хотя, говорят, знают личности всех нападавших. Некоторые отбывали наказание за разбои, грабежи и хулиганство. Инна Томина. Подробности. Телеканал Интер. Полтава. На акцию протеста в Луцке вышли участники АТО. Главное требование – остановить беспредел в этой области. По словам митингующих, их постоянно запугивают, поджигают машины, избивают. Активисты утверждают, что всю эту грязную работу выполняет так называемая группа «Нулевка». Именно ее представителям поручают задания уголовного характера. Участники акции обратились к генпрокурору, главам СБУ и МВД с просьбой навести порядок и расследовать эти преступления. У нас идет побывание громадских активистов. У нас идет подпаление майна, снищение автомобилей. Сколько людей отправили уже в реанимацию, одному Богу известно. Значит, у нас есть приватная армия, которая належит олигархической структуре. Мы залишаем за собой право, если наша полиция не начнет действовать, мы залишаем за собой право действовать самим. Будем выловливать тех, кто палит автомобиль, будем выловливать тех, кто палит будинки, воинам, и разбираться уже по-своему. Инших вариантов нет. Профсоюзное наступление сегодня пикетировало фонд госимущества. Активисты протестовали против продажи четверти госакций в восьми энергокомпаниях Украины. Митингующим удалось прорваться в помещение. Что же было дальше, расскажет Лина Зеленская. Жаркое утро возле фонда госимущества. Представители профсоюзных организаций и активистов из разных регионов страны вышли на акцию протеста. Акция вплива по недопущению разбазаривания стратегических для Украины предприятий. Сегодня спроба, банально, извините за такие простые слова, раскрытие государственного майна. Сегодня выставлены энергогенерующие компании для того, чтобы олигархи взяли полный контроль над энергогенерацией в Украине. 25 акций восьми обленерго могут уйти с молотка. Цена вопроса – 4 миллиарда гривен. Комиссия принимает настолько заниженные цены. У нас возникает вопрос, что на этом просто хочет кто-то нажиться, а чиновники работают просто на определенный клан олигархата, который на сегодняшний день просто готовы купить именно еще контролирующие пакеты, чтобы уже устанавливать тарифы с точки коммерческих своих каких-то видений. Не обошлось и без красноречивых символов. Активисты профсоюзного наступления вручили заместителю фонда госимущества доильный аппарат. Мы его хотим вам презентовать. Это сувенир для организации, от организации всех. По той причине, чтобы вы помнили о том, что доить страну и доить народ Украины, и доить наши семьи, и людей, которые отставят наши интересы в АТО, не то, что нельзя, это просто беспредел. Но в фонде госимущества продажу государственной доли в обленерго пытались отстоять как могли. Дескать, других вариантов нет. Держава наконец-то пытается реализовать те активы, которые ей действительно не приносят. Она не может ей приносить прибыль. Ценые паперы, которые не дают ей на протяжении 10 лет, никакого дохода. Спустя несколько часов представителям профсоюзов и чиновникам все же удалось прийти к согласию. Заместитель фонда госимущества принял требования митингующих. В итоге продажу акций двух обленерго остановили, а по остальным шести компаниям профсоюзам должны дать ответ в течение пяти дней. Лина Зеленская, Алексей Шматов, подробности, телеканал Интер. Несмотря на все заверения о росте, украинская экономика даже не закончила свое падение, так считают оппозиционеры. Украина стремительно теряет промышленный сектор, пятую часть ВВП государству приносят аграрии. Для сравнения в ЕС на долю сельского хозяйства приходится всего 5% валового продукта, отмечают в оппозиционном блоке. С сокращением промпроизводства исчезают целые отрасли, которые еще несколько лет назад были флагманами украинской экономики. Судостроение, космическая сфера, авто- и авиастроение. Вместе с этим сокращаются, конечно же, и рабочие места. Поэтому нужны срочные меры по спасению производства. Мы давно считаем, что страна находится в экономическом кризисе. И в этой ситуации правительство должно представить программу выхода из кризиса, а парламент должен ее рассмотреть. Сегодня по всем показателям, ВВП на душу населения, макроэкономическая стабильность, социальное развитие, инвестиционный климат, страна находится в кризисе, не замечают его только сами члены правительства, которые боятся в этом признаться. И они отработали, правительство отработало ход без отчета. И сегодня делают вид, что все хорошо. А на самом деле нам необходимы срочные меры для выхода страны из кризиса. В зоне АТО резко обострилась ситуация под Авдеевкой. Боевики постели в ход минометы и гранатометы запрещенного калибра. С начала суток ранены четверо армейцев. Военным пришлось подавлять противника ответным огнем. В Минобороны предполагают, что боевики накаляют градус противостояния, чтобы под давлением УБСЕ украинская сторона отвела свои силы от Авдеевской промзоны. Все подробности узнаем от Руслана Смещука. Позиции под Авдеевкой в лесопосадке. С одной стороны промка, с другой шахта Бутовка. Это так называемая зона постоянных прилетов. До позиций боевиков так близко, что даже из автомата достать можно. Метры в 400. Оттуда так хорошо утесик начинает работать ближе к вечеру. Провоцируют они постоянно. Потихоньку-потихоньку переходит на крупнейший калибр. Подствольники, утесик крупнокалиберный. И потихонечку идуть уже мины. 80-го, 120-го. Иногда подключаются калибры и побольше. Их огонь чаще всего противник корректирует с беспилотников. Автеллерия также обстреливает. Но не очень часто. Частнее минометы, кулеметы и автоматы Калашникова подстреливаются в хит. Днем тут чаще всего тихо. Но похоже не сегодня. Вскоре после нашего прибытия по соседним позициям начинают стрелять. Вскоре плотность огня становится интенсивнее. К очередям добавляются одиночные разрывы. Военные под охраной отводят нас в безопасное место. Нам сейчас сказали уходить с позиции, потому что завязался стрелковый бой. Подствольная, гранатомет. И интенсивность растет, поэтому надо удалиться от нуля, от линии фронта. Пока отходим, боевики подключают минометы. Скажите, что это особенно громкие разрывы, что это может быть? Утес. Вот это утес. А прилетает, вот одиночные такие бабахи. Это бабахи, это 82. Это тоже, да? Да, это 82. Руслан Смещук, Евгений Пахальчук и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Остров Змеиный, форпост Украины в Черном море. Впервые после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе, нашу съемочную группу пустили на эту режимную территорию. Все подробности расскажет Андрей Анастасов. От большой земли до Змеиного 40 километров по морю. То, что три года остров был фактически закрыт для журналистов, вполне объяснимо. Дело в том, что помимо пограничников, теперь там располагаются и военно-морские силы. Снимать на камеру объекты ВМС по-прежнему запрещено. Нам показывают лишь погранзаставу. Здесь ведется радиотехническое и визуальное наблюдение за акваторией. Периодически возле острова проходят и российские корабли. По периметру появились непривычные для Змеиного оборонительные сооружения. На случай нападения диверсионно-разведывательных групп. Боевые действия мы не ведем, но напруга ощущается. А как же? Контролируем, отстеживаем, передаем, сберегаем. Группа народных депутатов вот уже 18 дней объезжает участки украинской границы, соседствующие с Россией. Побывали на Донбассе, в районе Крыма, Приднестровья. И вот конечный пункт Змеиный. Основной вывод нужно срочно дорабатывать закон о госгранице. Например, неясно, как быть пограничником, если участок кордона, который нужно укреплять, проходит по чьей-то территории. Прикордонники, когда вяжут или риф делают, они не должны думать, как это примет местное население. Держава должна запропоновать механизм обмена этих паев, або компенсация им границами, або компенсация земли в других местах. Вообще, по словам Сергея Рудыка, нужно четко определить, какие структуры занимаются госграницей и каковы их функции. Пока же с этим есть проблемы. Прикордонники должны охранять кордон, а не строить любые споруды. Это нужно делать специализованное агентство. Что касается инфраструктурных проблем Змеиного, то местные жители жалуются. До сих пор не решена главная проблема острова. Энергоснабжение, ветродизельную электростанцию так и не достроили, да и причал уже разрушился. Поэтому невозможно доставить оборудование. Все написаны документы, все инстанции, но нет выделения с государственного бюджета средств. Это все заморожено, это все стоит мертвым грузом. Всю информацию, которую депутаты собрали за три недели, проанализируют, а после разработают как минимум 10 законопроектов. Если изменения в законодательство будут внесены, украинская граница должна стать значительно надежнее. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер, Одесская область. Взрыв в жилом доме в Урпине под Киевом. Четверо пострадавших, двое из них в очень тяжелом состоянии. Уже известно, что причина это утечка газа, и что в момент взрыва газовики работали на месте. Почему не предотвратили трагедию, узнаем от Юлии Жешко. Трагедия произошла около трех часов ночи. Пострадали две квартиры. Четыре человека получили сильные ожоги, двое из них сейчас в реанимации. Очевидцы утверждают, что запах газа еще со вчерашнего вечера чувствовался даже в соседних домах. Газовую службу вызвали за два часа до происшествия. Однако взрыв случился еще до того, как рабочие нашли утечку. Приехали и начали искать, где эта течь газа. И где-то к трем часам ближе взорвалась там квартира. Бабушка и еще одна женщина. Еще двое пострадавших – молодая пара. Все они жили на первом этаже четырехэтажки, как раз над подвалом, который взорвался. Софию запах газа разбудил среди ночи. Движинки очень сильно кричали. Приехала только скорая и газовая служба. А уже очень рано утром приехала полиция. Местные власти, как и полиция, комментировать что-либо отказались наотрез. Удалось лишь вырвать несколько фраз из телефонного разговора с начальством. Газ рванул и строил дел. А вот представитель газовой службы сообщил предварительную версию произошедшего. Скорее всего, было пошкоджено газопровод при проведении земляных работ. На жаль, трешечки раньше, то можно все общаться. Территория, прилегающая к дому, полностью оцеплена. А жители в безопасности, сообщает представитель ГОСЧС. А вот о судьбе пострадавших сообщили в городском госпитале. Пациенты с такими тяжелыми травмами, признается врач, в Бучанскую больницу еще не поступали. Юлия Жешко, Геннадий Аникиенко. Подробности телеканал Интер. Двойное убийство, суицид и пожары. Все это в одной из столичных квартир. По данным полиции, мужчина убил двух женщин, хозяйку квартиры и ее дочь. Поджег тела, после чего сам выбросился из окна седьмого этажа. Конфликт якобы возник из-за отказа женщины продлить договор аренды. Полиция открыла два уголовных дела. Очередной таможенник погорел на взятки. На этот раз во Львове. Интересно, что начальник таможенного поста западной деньги не брал. Он их передавал. 1300 долларов и 1500 гривен он предложил сотруднику управления внутренней безопасности. Деньги должны были стать гарантией того, что никто не будет вмешиваться в работу его подразделения. В прокуратуре имя подозреваемого не называют, но на сайте фискальной службы сообщается, что начальником таможенного поста западной является Олег Чекалкин. Международный канал торговли людьми раскрыли силовики Украины, Польши и Литвы. Известно, что украинцев вербовали на работу за границей. Сначала предлагали ехать в Польшу, оттуда переправляли в Литву. Уже там у людей забирали паспорта и выдавали чужие документы. Затем перевозили в Великобританию, где заставляли работать в тяжелых условиях. Денег при этом не платили, могли даже не кормить по несколько дней. Задержали 11 организаторов этой схемы, четверых из них в Литве. Только в этом году Государственная служба, вместе с национальной полицией, вместе с коллегами из других стран, уже ликвидировала 11 каналов незаконной торговли людьми. 12 преступников затримано. Ядерное обострение США и Северная Корея готовятся к боевым действиям. Так говорят военные эксперты, глядя на действия Пхеньяна и Вашингтона. Решатся ли корейцы на атаку, а американцы на превентивный удар? Выяснял Дмитрий Анопченко. Этот день для Америки начался с твита Трампа. В полвосьмого утра, принимая первые сводки о ситуации, президент сообщил стране. Военные решения полностью готовы. На случай, если КНДР будет действовать неразумно. При этом он надеется, что Ким Чен Ын все же найдет другой путь. О том, что у штатов должны быть варианты военного решения этого конфликта, сказал прессе и глава Минобороны генерал Мэттис. Хоть и добавил, лучше дипломатическое урегулирование, поскольку иначе последствия могут быть катастрофическими. Все надеются, что этого не произойдет, но глядя на происходящее, военные эксперты говорят, все это классическая подготовка к ведению боевых действий. Мол, все как по учебнику. Командование сухопутных войск США в экстренном порядке хочет возвести передвижные крепости вокруг своих баз в Южной Корее. Британию штаты попросили направить свои самолеты-разведчики на поиск ядерных объектов на территории КНДР. Япония разворачивает комплексы ПВО «Патриот». Но главная надежда – это американская система противовоздушной обороны. ИДЖИС, щит ЗЕВСа, элементами которой оснащены боевые корабли США. Они-то и должны, если Ким Чен Ын все же решится атаковать, перехватить баллистические ракеты КНДР. Но даже самая современная система перехвата ракет не способна дать стопроцентной гарантии. И это дает повод для беспокойства. И повод серьезный. Накануне газета «Сан» даже на полном серьезе подробную инструкцию опубликовала, как выжить во время Третьей мировой, и что делать, если произойдет ядерный взрыв. Понятно, что журналисты торопят события и сгущают краски, но в поведении КНДР всегда есть фактор непредсказуемости. И она может преподнести любой сюрприз. Поэтому Штаты и готовятся, как сказал Дональд Трамп, к событию, которого еще никто никогда не видывал. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Задержаны первые подозреваемые по так называемому фипрониловому делу. Речь идет о заражении куриных яиц в Европе. Этот скандал уже затронул 13 стран. Какие меры предпринимают еврочиновники, расскажет Елена Абрамович. Это куриная ферма на севере Бельгии, возле границы с Нидерландами. Производство 90 тысяч яиц в день. Она оказалась в списке среди других 85 бельгийских ферм, которые были клиентами голландской компании производителя средств для борьбы с насекомыми, в которые производитель подмешивал запрещенный из-за угрозы для здоровья человека фипронил. Моя ферма была закрыта на 10 дней. Я не мог продавать яйца. Закрыли, потому что я оказался в списке клиентов этой печально известной компании, хотя я никогда не покупал их продукты. 10 дней проверок и тестов показали. На этой ферме яйца чистые. Уничтожать их не пришлось. Все реализовали. Меньше повезло десяткам других производителей. На неопределенное время ряд ферм закрыли в четырех странах Евросоюза. Нидерландах, Бельгии, Германии и Франции. Против фирмы, которая поставляла этим фермам инсектицид с фипронилом, начали расследование. Мы произвели обыски в восьми домах Нидерландов. Были арестованы автомобили и недвижимость, а также банковские счета. Двое управляющих фирмой были арестованы. Рейды провели и в Бельгии, но яичная паника в Европе нарастает. По последним данным, зараженные фипронилом яйца обнаружены уже в 13 европейских странах. В Бельгии назревает политический скандал, ведь страна обнаружила проблему месяц назад. Министр сельского хозяйства во всем обвиняет Нидерланды, которые медлили с предоставлением информации. Целый месяц голландское агентство по безопасности пищевых продуктов не предоставляло нам требуемой информации. Из-за этого мы не смогли получить доступ в списку клиентов голландской компании. Не смогли заранее определить, какие нужны меры безопасности. Тем временем в Еврокомиссии решили созвать внеочередное заседание министров сельского хозяйства. Сейчас настало время действовать решительно, согласованно и прозрачно, а не соревноваться в каких-то взаимных обвинениях. Комиссия готова вместе провести обсуждение полученного опыта. Впрочем, встречу эту запланировали уже после каникул, на конец сентября. В Еврокомиссии объяснили, к этому времени будет ясно, кто виноват и что предпринять, чтобы ситуация не повторилась. Из Брюсселя Елена Абрамович и Евгений Каминский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Кто из голливудских звезд натанцевал на 14 миллионов просмотров на YouTube? В какой стране козел возглавил целый город? И почему в австралийском кафе мужчины платят больше? Об этом и не только в нашем обзоре. Канадский татуировщик Филипп Берг создает из своих работ мультфильмы. Художник набивает клиентам похожие татуировки, а затем фотографирует их, чтобы сделать гифки. В своих работах Берг использует героев ранних мультфильмов Уолта Диснея, а также эскизы тату-мастеров первой половины 20 века. Голливудский актер Ченнинг Татумс танцевал с кассиршей, работающей в мини-маркете на заправке. Зажигательный танец снял на видео его друг. Ролик за два дня успели посмотреть более 14,5 миллионов раз. Нет ничего лучше, чем маленькая танцевальная вечеринка, прокомментировал видео сам актер. В ирландском киллерглине королем города провозгласили дикого горного козла. Правда, длиться это будет всего три дня, пока проходит ежегодный козлиный фестиваль. В это время новоиспеченного короля будут почивать ветками ясеня и капустой. А после церемонии животное отпустят обратно в горы. В австралийском Мельбурне появилось кафе, в котором кофе мужчинам продают дороже, чем женщинам. Таким образом, собственницы заведения решили компенсировать существующую в стране разницу в оплате труда между мужчинами и женщинами. Уверяют, что всю выручку от этого направят на нужды местных жительниц аборигенок. Стефани Миллер из американского штата Юта шьет платье для своих дочерей из рубашек мужа. Говорит, хотела найти себе занятие, чтобы справиться с послеродовой депрессией. А тут после стирки села одна из рубашек мужа. Теперь дочки в восторге от новых платьев, а их папа опасается, что носить ему вскоре будет нечего. Южная Корея может стать первой страной мира, которая введет налог на роботов. Ныне это самая роботизированная страна на планете. На каждые 10 тысяч сотрудников здесь приходится более 500 умных машин. Налог призван демотивировать компании, вкладывать средства в автоматизированное производство, чтобы не отнимать рабочие места у южнокорейцев. В Бангладеш вертолет с приглашенными на свадьбу гостями приземлился на территории колонии особо строгого режима. Вертолет тут же окружили охранники, пилоты и пассажиров взяли под стражу, опасаясь, что таким образом готовят побег заключенные. После короткого допроса задержанных отпустили. Они все-таки попали на свадьбу. Это все новости на сегодня. Хороших вам выходных и до встречи завтра.